Всем привет, спасибо, что зашли ко мне в гости, и сегодня у нас очередной выпуск антипокупок Тренд на антипокупки запустила Кимберли Кларк, и в них принято с долей юмора и, конечно же, с долей правды приводить аргументы в пользу отказа от покупок каких-либо косметических новинок Подобные видео ни в коем случае не направлены ни на оскорбление брендов, ни на оскорбление фанатов брендов и являются в первую очередь развлечением, поэтому не относитесь ко всему слишком серьезно Ну что, поехали! Начать хочется с горячих новинок от Рианы Фэнти Бьюти Сегодня на мне тон, пудра, скульптор От Рианы три продукта, и я их просто обожаю Но, наверное, многие видели вот эти вот махлатые помпушки Я тоже не знаю, как это дело называется Но если вы еще следите за Рианой в социальных сетях, то вы видели, как она растирает по себе вот это вот нечто блестящее под названием лава Короче, огромное мохнатое яйцо Мишки Тези Это пудровый хайлайтер, а лава это масло для придания сияния И все это блестящее добро предполагается использовать на теле Сходила я, значит, в сифору на днях, потрогала все это дело Лава это влажное масло с блестками масла Не застывает оно, остается влажным и липким на вашей коже Обмазывать тело чем-то, что остается липким Особенно плечи, как это делала Риана Я уже просто представляю, как мои волосы собирают все вот это вот месиво масляное с моих плеч И сосулятся, создавая впечатление две недели немытых волос А уж огромные блестки, это же просто мечта Каждой девушке оставь свой след Каждая мечтает, чтобы ее можно было выследить Вот эти вот сгустки блесток Оставленных в любом месте, где, собственно, эта самая девушка побывала Я еще могу понять нанести что-то подобное на ноги Чтобы подчеркнуть загар Но только если бы это масло застывало полностью на коже Потому что приятнейшее ощущение слепающихся ляшек Это точно не мое Кстати, цена всего творения 60, блин, нафиг, долларов 60 долларов Ну, к слову сказать, это огромная банка Да, но 60 долларов, я не знаю У меня просто помпон Я даже не знаю, что вообще про него можно сказать Сейчас на ютюбе много видео, как этот помпон потрошат, разрезают, достают Тут вот это вот синтепоновое содержимое, набивка для детских игрушек Плюс а-ля такой вот чайный пакетик с розовым блескучим хайлайтером Когда я впервые взяла в руку в магазине вот эту вот мохнатку Короче, если в момент покупки Это такой милый, пушистый, чудесный, мохнатый, мягкий шарик То через какое-то время жопка у этого шарика начинает протекать, розоветь И вот этот вот налет белоты спадает Какие-то другие ассоциации возникают Если вот так вот пошлепать этим кожу, то все, что вы видите, это огромные золотые блестки Розовый хайлайтер я бы не увидела, если бы вот эта вот искусственная шкурка мишки Не сработала как фильтр и не собрала бы всю вот эту вот разовизну в себя Короче, нет, я не знаю, какой черт вообще это кому-то может быть нужно Если вам это нужно Я вас ни в коем случае не осуждаю Каждый волен тратить свои деньги, как ей или как ему захочется Кстати, вишенка на торте, этот мохнатый продукт порочного кровосмешения Мишки Тедди и хайлайтера стоит 42 доллара 42 доллара На этом я все Далее, ну что за видео об антипокупках Без невероятно дорогих палеток нашей любимой Наташи Которая Динона Американки, кстати, ее называют Наташа the no-no То есть да нет-нет А если вы смотрели другие выпуски моих антипокупок То вы, собственно, знаете почему Итак, я постараюсь в этот раз не повторяться Наташа denoda выпустила очередную палетку под названием тропическая Вообще, как только она вышла, было очень много возмущений из-за веса рефилов Потому что в предыдущих жутко дорогих палетках Наташи было 2,5 грамма теней А в тропических рефилах всего лишь 1,5 грамма И цена соответствует, собственно, тем палеткам, которые содержат больше продуктов Меня больше немножко другое возмутило Что их сайт гласил, что формула будет классическая То есть та же самая, что в других палетках, на которые в сети много положительных отзывов Так вот, изменение веса Наташа объяснила тем, что теней там столько же Но они более легкие Как они могут быть более легкими, если это та же самая формула? То есть формула все-таки другая И сравнение списка ингредиентов как раз показывает, что формула Отличается от лилы, отличается от санса Это очень популярные, успешные палетки Также отличается от вот этих вот огромных здоровых самосвалов Тех самых, которых хватит на десятилетие, как мы с вами рассчитали Вообще, Наташу Динону уже ловили на врагах Когда она утверждала, что если тени производятся в Италии То тальк обязан стоять первым в списке ингредиентов Бред! И она одной из своих палеток это и доказала Потому что у нее палетка сделана в Италии И там тальк стоит на первом списке Возвращаясь к весу рефилов Что 2,5 грамма, что 1,5 грамма и то и другое Слишком много Я не хочу платить 250 долларов за килограмм теней Потому что мне не нужен килограмм теней Вот сделала Наташа маленькую палетку Она стоит 25 долларов Я пошла ее купила Потому что вот это я еще могу на себя измазать Что меня еще больше смущает в тропике Так это качество Многие блогеры сняли обзоры на нее И тени ведут себя не так же классно, как тени в старых палетках Я свочила это тропическое нечто Рефилы шиммеров твердеют И как будто покрываются пленкой Шиммеры в большинстве своем пигментированные Они немножко пыльненькие Но мне показалось, что они, ну, в принципе, достойные Но за, блин, 125 долларов палетка должна быть идеальная И точка Если вы просите такие деньги за палетку То уж будьте добры Сделайте ее лучше И что человек вообще попробует в своей жизни Здесь ничего подобного нет Вернемся на секунду к близкучему тренду Я вообще иногда теряюсь в догадках Откуда берутся тренды Кто все это дело придумывает Возможно, вы заметили, что многие бренды начинают выпускать глиттерные спреи Это могут быть спреи для закрепления макияжа с, блин, блестками Это могут быть спреи для тела тоже с блестками Это может быть старый, добрый, качественный, проверенный временем продукт В который производитель решил зачем-то напихать блесток Зачем? Да, качело идет вовсю Наверное, это единственное невероятное стечение обстоятельств При которых человек может добровольно захотеть принять душ из блесток Меняется тренд, даже знаете, почему немного подбешивает? Потому что все эти блестки в результате в конце дня будут смываться с тела в душе И будут благополучно утекать в водопроводные трубы Видимо, на корм рыбам Вот на кой черт все вот эти вот бренды заботятся о природе Там о черепашках, а потом, собственно, ручно, тоннами просто сливают в океаны эти пластиковые блестки А, точно, чтобы заработать денежку, втюхивая всю эту хрень через блогеров Трясущих блестящими пятыми точками на качелье Ну и рекламу одного экспоната хочу отметить А именно бренда Iconic London Я уже давненько так не закатывала глаза при просмотре рекламы Давайте ее посмотрим Такое чувство, что это реклама для мужиков Простите Полголые модели Брызгают со спреем Там его размазывают друг по другу Что это вообще такое? Это должно заставить меня это купить Как будто, знаете, рекламу задумал озабоченный мужик Для таких же озабоченных мужиков Но вот правда, кто еще верит, что девчонки собираются вместе, раздеваются до нижнего белья И не знаю, что там, подушками держатся Короче, во мне, кроме безудержного веселья, вот эта реклама совершенно ничего не вызвала И уж тем более не вызвала желание пойти и купить вот это вот Зачем? Для чего? Чтобы устроить брачные грищи со своими подружками? Ладно, давайте немного отвлечемся и посмотрим на более жизненные запуски В смысле менее абсурдные, те, которые хотя бы теоретически можно рассматривать в покупке Бренд Givenchy выпускает помады La Rouge, но в форме жидкой помады Все бы ничего, жидкие помады, почему бы и нет Но! Что это за такой за аппликатор? Насколько я понимаю, вы его крутите и из норки выползает помадный червячок Апликатор сделан в виде пористой губки, которая должна помочь равномерно распределить этот червячок по вашим губам Что это вообще за... Почему? Во-первых, как можно таким аппликатором нанести на губы помаду ровно? Если это будет что-то типа блеска, то да, наверное Но распределять настолько пористой губкой пигментированную помаду по губам Я уже представляю, как вот это вот все растекается Ну ладно, если она не пигментированная Или же если вы любите эффект зацелованных губ Слэш кривое нанесение, выходящее за границы То ладно, но скажите честно Через какой срок вам будет противно прикасаться вот этой вот замызганной губкой к вашим губам Губкой к губам Апликатор не выглядит съемным Он будет вечно влажным в остатках помады, которую вы там, не знаю, месяц назад наносили Что-то, возможно, засохнет, там будет отваливаться кусочками Короче, в случае с этой помадой у меня очень много вопросов Я с нетерпением и попкорном буду ждать ответы, но сама покупать это и проверять я, пожалуй, не буду Еще одни помады, которые уже в свою очередь меня безумно привлекли, когда я их увидела впервые Посмотрите на это фото Разве это не прекрасно? Эстетически я просто была на седьмом небе от счастья Увиденное мгновенно разожгло в моей черствой душонке Бывалого бьюти-маньяка огонь вожделения Короче, захотела этот набор и точка У меня уже есть в коллекции продукция бренда Тача Это дорогой японский люкс Я знала, что это дорогая косметика Но, блин, 125 долларов за три помады Как? Как? Почему? За что? Я вообще не понимаю эту странную ценовую политику Они недавно выпустили вот эту вот базу под макияж У меня, кстати, мини-версия должна быть где-то там вот в коробках Мы будем с вами в конце месяца все это дело распаковывать Обязательно ее найдем Так вот, эта база заполонила просто весь Инстаграм Ее раскупили на всех сайтах И она стоит 52 доллара Банка базы под макияж Одна, блин, вот эта вот чертова помадка у них стоит 55 долларов Никаких мне помад не видать от бренда Тача Я за 50 долларов лучше пойду и куплю вот эту вот герлен сборную Отдельно помада и отдельно футляр Они в сумме дешевле, чем, блин, вот эта вот одна Тача Хочется повозмущаться из-за какой-то странной новой моды Которую вдруг почему-то примерили на себя люксовые бренды Я не знаю, возможно, вы меня здесь не поддержите Напишите ниже, что вы об этом думаете Но меня прям злит этот тренд Раньше такое тоже было Но, по-моему, не в таких масштабах, как сейчас Итак, о чем речь? Люксовые тональные основы В тюбиках В тюбиках, блин, долбаных тюбиков И блогеры заливаются Ой, какие классные новые упаковки Тюбик, это же так удобно Кому это вообще удобно? Удобно вам рекламировать какие угодно новинки Шлёпы на них, слово удобно Потому что это удобно исключительно для брендов Потому что для них это намного дешевле в плане производства С каких пор дешевый полупрозрачный пластиковый тюбик Стал удобнее старой, доброй, качественной помпы Которая еще и защищает содержимое упаковки от контакта с воздухом Подержала я, короче, в руках вот эти вот новинки люксовые Ну, реально, это какой-то мягкий, дешевый, легкий в руках пластик Садишь, реально давишь, как зубную пасту оттуда, вот так вот Раньше хотя бы можно было оправдать высокую цену Дорогой стеклянной банкой Вот этой вот помпой, качественной, крышечкой красивой А тут, ну, простите, за что мы платим? Я не знаю, возможно, вы со мной не согласитесь Напишите ниже, как вы относитесь к таким банкам Именно в исполнении люксовых брендов Я не имею совершенно ничего против Когда масс-маркет выпускает что-то подобное Потому что нельзя сделать качественный продукт И в люксовой упаковке И поставить на него цену в 100 рублей Где-то бренды должны вот эти вот углы срезать Но люкс, люкс, люкс-то что творит? Макияжный тренд, который очень стараются ввести в массы Это цветные нафиг брови Да-да, это там артистично Это новое, это необычно Но какие-то вещи должны все-таки, я считаю, оставаться на подиумах Они должны быть реалистичны Они должны быть приближены к повседневной жизни Не жизни инстаграмной Не жизни там ютубной Если цветные брови это для вас средство самовыражения Выходите так по улицам, то пожалуйста, я могу это только поддержать Я против макияжного шейминга в абсолютно любом виде Пусть человек красится так, как ему это нравится Потому что для многих макияж это средство самовыражения Это средство попробовать что-то новое И когда творческие какие-то порывы осуждаются Это не приводит совершенно ни к чему хорошему Но речь сейчас идет совершенно не об этом А о трендах и о том, следовать им или нет Пусть там бренды хоть выпустят, я не знаю, миллион продуктов какого-то вида Если я считаю, что этот вид косметики мне не идет То я не буду его покупать О чем я сейчас, в частности, Катаванди выпустила помадки для бровей всех цветов радуги Причем народ возмущается, что в линейке есть белая помадка Там есть желтая помадка, какая угодно Но там отсутствует очень теплая коричневая помадка Светлая для рыжеволосых, к примеру Бенефит выпускает 3D Brow Tones в неносибельных оттенках Я свой-то от 3D Brow Tones не могу на себя вымазать Потому что это у меня четвертый оттенок Он дает какие-то светло-коричневые блики в бровях Блин, с блестками, которые мне вообще ни на кой черт в бровях не сдались А тут еще и синие блики Короче, удачи вам все это пытаться продать Мне даже интересно, как это дело войдет в массы И найдется ли на это аудитории Если вы являетесь частью этой аудитории То покупайте и пользуйтесь с удовольствием Я могу только порадоваться Потому что главное, чтобы косметика приносила удовольствие ее владельцу Ну и у Бенефит тоже У них множество крутых продуктов и для бровей в частности Но, видимо, для каких-то трендов я уже слишком стара Давайте поговорим о коллаборациях с блогерами, со звездами О брендах, которые запускают блогеры Возможно, когда-то это было в новинку Это когда-то было интересно Но большая часть сегодняшних сотрудничеств И блогерских вот этих вот запусков Меня совершенно не привлекают Раньше, да Но сейчас, мне кажется, уже в глазах хребит Все смешалось в кучу люди, кони Наверное, это началось, когда Лора Ли выпустила свою кошачью палетку Которая оказалась просто провальной со всех сторон Я обожаю котов Но даже коты, моя любовь к котам не заставила меня вот купить то, что она сделала Сейчас она опять там делает какую-то палетку И снова это будут лучшие тени, что она пробовала в своей жизни Которые опять потом будут пылиться на полках магазинов И их будет в результате распродавать за полцены Крайне редко, в общем, случаются коллабы, которые будоражат мою хотелку Вот что я хочу сказать В частности, вот эта вот вещь, Smashbox в сотрудничестве с Владой Да, вот это, на мой субъективный взгляд, выглядит интересно Опустим вопрос вот этих вот распроев блестками, да Которые уже выпали в это видео Хайлайтер красивейший Он новый, он необычный Он отлично отражает именно творчество Влады Причем ни Smashbox, ни Влада не делают по 50 каких-то коллабов в год Поэтому, возможно, в коллекции видна идея Она не выглядит как какой-то тяп-ляп, сделанный на коленке Но у меня совершенно не вызывает интерес бренд Мэнни, MUA Особенно, когда он там шантажирует своих подписчиков Инстаграм черно-белыми фотографиями Вот этих вот перемешанных пигментов Если я там наберу столько-то подписчиков То я добавлю цвет вот в эту фотографию Боже мой, вот куча перемешанных пигментов Ну вот, что за детский сайт? Сайт Сад Сад, да Успех Рианы тоже не дает покоя остальным знаменитостям Вен Стефани что-то там собралась косметическое запускать Сирена Уильямс Меня отдаленно интересует то, что сделает Дженнифер Лопес с Инглот Ну там уже есть фотографии того, что они делают Потому что Инглот не сотрудничает с 150 миллионами людей каждый год И их линейка должна состоять из 70 номинований Дрюк Берримор с ее Флауэр Бьюти У Джессики Альбы тоже есть линейка косметики Она называется Онэс Бьюти Американские блогеры отрабатывают свой хлеб Старательно, усиленно все это дело рекламируется постоянно В магазинах я все это дело вижу, но почему-то ничего из этого не цепляет мой взор Упомяну еще одну новинку Наверное, если бы эта палетка вышла лет 10 назад То все бы перевозбудились Уже давно бы там дрались в магазинах за нее, тряся купюрами Но почему-то ее совсем не обсуждают У бренда Ларак выходит пополнение в коллекцию Pro А именно палетка Ларак Про 4 Когда-то палетки Ларак были чем-то вроде Naked от Urban Decay Это то, что хотели все Это то, что было в коллекции каждого бьюти-маньяка Я обожаю свою Ларак Про 2 Я обожаю свою маленькую Pro Matte Шикарные тени Но Четвертая палетка Возможно, это такое освещение Я не знаю Потому что в фотографии вообще существует немного этой палетки Но она же, блин, выглядит действительно как кофе Палетки Soft Glam от Anastasia Beverly Hills Это очень успешная палетка В магазинах она распродана При мне в магазине девушки спрашивали в Sephora об этих палетках Отзывы почти все чудесные Мне палетка безумно понравилась И мне каждую неделю стабильно несколько человек пишут, что купили ее и очень ей довольны Обязательно продолжайте писать Я обожаю читать такие сообщения Так вот Ларак, ты что творишь? Почему твоя палетка новая так сильно похожа на Soft Glam от Anastasia Beverly Hills? Это первое А второе Это политика бренда по распространению своей представленности в мире Почему? Почему, блин, в вашей жизни так сложно купить? Я стараюсь не очень часто показывать вот эти вот две палетки Хоть они мне и очень нравятся Потому что их сложно очень купить в России, там, в Украине, еще где-то Ну, сделайте вы усилие Я не знаю Сотрудничайте с Культ Бьюти С Бьюти Бэй Еще как-нибудь расширьте свое влияние в Европе Возможно, они это делают Потому что магазин, где представлена палетка Жирная доля прибыли Это, в общем-то, ни для кого не секрет Что, к примеру, Сифора не продает все подряд За ту же цену, что официальные сайты Бесплатно для себя Они, на самом деле, как бы покупают продукцию брендов С огромной скидкой И перепродают потом у себя на сайте За ту же цену, что официальные сайты А стоимость вот этой скидки как раз-таки и составляет Прибыль Сифоры Зарплату сотрудников Аренду магазинов Точно так же работают российские магазины Литвуа, Лидбатэ Возможно, дело в этом Ларак жаденки и не хотят терять жирную долю прибыли Хотя в ульте они, в общем-то, представлены Короче, у меня есть вопросы к ним А уж вот эта вот стырная палетка Которая, по сути, у меня уже есть Она меня совершенно не привлекает А на сегодня это все Я надеюсь, что это видео оказалось для вас интересным Пишите ниже, что из последних запусков вызывает вас Какие угодно чувства Кроме желания пойти заплатить за это дело Свои кровно заработанные денежки Если вам это видео понравилось То ставьте пальчик вверх И чтобы не пропускать другие похожие видео Подписывайтесь и обязательно ставьте колокольчик Чтобы мои ролики отображались в вашей ленте Большое вам спасибо за ваши лайки За ваши комментарии Именно ваша активность и ничто другое Помогает моему каналу развиваться И увидимся в следующем видео Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok